Приветствую вас, Аноним. Давайте разберем ваш текст. Мне кажется, в первую очередь нужно обратить ваше внимание на то, что вы по факту мне задаете вопрос. Ну, то есть вы в конце своего текста пишите, что, я думаю, мне лучше без денег и без работы. Если вы так думаете, если вы так чувствуете, то я думаю, что лучшее, что может сделать психолог в данном случае, с точки зрения терапевтического воздействия, это позволить вам, ну, собственно, двигаться в этом направлении, при этом замечать какие-то негативные моменты, замечать какие-то вещи, которыми, может быть, вы недовольны, да, и так далее. То есть это вот то, что мне видится, может сделать психопсихотерапевт. Потому что, ну, если вы так думаете, если вам так кажется на данный момент, то, в свою очередь, мне видится, что имеет смысл, как минимум, ну, позволить этому побыть, то есть позволить этому с вами побыть. Вот, позволить этому, ну, дать этому право на жизнь, скажем так. Вот. Потому что, если вы не сделаете этого, то вы никогда не узнаете, собственно говоря, насколько это для вас адекватно. Ну, вот, и, значит, ну, хочется ли вам этого. Что касается вашей ситуации, то в какой-то степени здесь есть проблема, потому что, да, ситуацию вы описали, но вы говорите только о том, чтобы, ну, что хотите изменить его отношение к вам. Мы не можем изменить отношение к себе других людей. Это невозможно сделать. Но мы можем изменить своё поведение, мы можем изменить свою модель, 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 ну, модель поведения. Можем это сделать. Другой вопрос в том, хотите ли вы. И как, понимаете, то есть я могу, например, предположить, что человеком, воспринимает, воспринимается то, как вы себя с ним ведёте, как будто вы над ним заминируете. Возможно. Как будто вы боретесь там, не знаю, за, ну, право первенства за ветку первенства, вот, и так далее. Хотя, безусловно, ну, безусловно, это совершенно необязательно, что так, да, совершенно необязательно, что это правда, ну, вполне нормально, что для него выглядит всё именно так. Я думаю, что, как бы, здесь важный момент заключается в том, как вы позволяете себе чувствовать себя. То, что происходит. То, что происходит. Как вы позволяете себе ощущать то, что происходит. Да. Мне кажется, я, конечно, не могу в этом быть уверен наверняка, но мне кажется, что в какой-то степени, в какой-то степени к работе своей вы подходите, ну, может быть, через, через чур заинтересованы, может быть, через чур, так сказать, через чур педальтично. Вот. И это просто не нравится человеку. Вот. И мне кажется, что ваша склонность брать на себя множество нагрузки, ну, большое количество нагрузки. Не то, что в данном вот конкретном случае идёт на пользу вам в том числе. Вот. Поэтому мне кажется, мне кажется, что в данном случае вынуждаетесь в некотором изменении своего поведения с тем, чтобы, ну, лучше чувствовать ощущения. То, что, ну, с вами происходит. Вот. И, как мне кажется, вот, это очень важный момент на мой взгляд. Давайте теперь постараемся поисследовать более подробно то, что вы пишете. На самом деле, на самом деле, мне кажется, вот у вас в секции достаточно много деталей, которые, ну, вот, как бы не совсем есть, но их наполнение, да? То есть, для чего вы, например, рассказываете нам о своей работе. Да? Толь подробно. Вот. Всегда, всегда ли вы так делаете? Каким смыслом вы это наполняете, то, что вы делаете? Итак. У нас в отделе пишите вы два участка. Сканирование и индексация документов, которые прошли цифровую обработку сканирования. Мой участок, пишите вы, это участок индексации. Если коротко, моя работа заключается в том, чтобы присвоить сканированным делам, состоящим из дневнических документов, заголовок и ввести в поле реквизитов. В этот день делаю не я, а семь операторов. Я их контролирую. Заодно выправляю брак сканирования и комплектации дел, так как присвоить конкретно корректно все атрибуты дела мне получится, если распущенные документы или несколько дел при сканировании объединены в одно дело. Смотрите, здесь человек, который не разбирается в специфике вашей деятельности, просто-напросто запутается. А его внимание, внимание человека, ну мягко говоря, немного прикупится. Потому что, например, я как психолог в том, что вы пишете, ну вижу уход в зону комфорта. Вот так я бы сказал. То есть совершенно очевидно, что вам привычно писать об этом. Вам, ну как-то вот, может быть комфортно писать об этом. Вот. А может быть вы оправдываете, оправдываетесь таким образом. Вот. То есть типа, что вот на мне много, значит, ну на мне много чего, значит, лежит, много чего, значит, свистит. Вот, я пытаюсь там, соответственно, всё это делать, да, соответственно, это, ну как бы не ценится. Например. Например. Как вариант. Вот. Я точно не знаю, как обстоят дела, но, как вариант, мне кажется, это вполне может иметь место быть, потому что повторюсь, повторюсь. Описание рабочего процесса у вас достаточно подробное, вот, но, как бы, для психологов это, ну, как бы, по сути, такой, отвлекающий больше на него. С самого начала я всё это замечал и говорил оно своему начальнику, но не принимал меры, так как начальство установило нереальные сроки для качественной работы. Смотрите. Здесь происходит что? Здесь происходит конфликт между, как мне кажется, вашими собственными требованиями к себе. То есть, моя работа должна выполняться качественно и, ну, как бы, качественно, да, и только качественно, не как иначе. Вот. А с другой стороны, то видение, некоторое видение, начальство, начальство, вот, которое, ну, читает по-другому. И есть, как мне кажется, есть, ваше непринятие этого видения. Вот. То есть, допустить, что работа будет сделана некачественно, потому что, ну, начальство, вот, в такие условия ставит. Может быть, ей, там, не знаю, и не нужно, да, чтобы работа выполнялась качественно, ему, то есть, может быть, и не нужно. Вот. Вот. Вы это во внимание не принимаете. Соответственно, не обсуждаете, ну, не ставите вопрос, о-о-о, примерно так, что, ну, хорошо, работа будет сделана некачественно, все будет со мной. То есть, вот, моя ответственность, про которую вы говорите, вот, та ответственность, про которую вы говорите, эм… Эта ответственность в том числе связана с тем, что вы на себя берете, в какой-то степени в обход начальства не договариваются. Дальше. Если мы решили, что я буду начать и записывать номера дела, где есть брак, а он сразу сразу все исправит. Но здесь важен контекст этого решения, потому что пока он не ясен, ибо это работа, это работа. А работа, ну, как правило, она оплачивается, ну, должина, да. Любая работа, она против своей обороны для оплачи оплачена. Вот, а здесь не совсем понятно, как, вот, ваши переработки, ну, условно говоря, как ваши переработки вознаграждены будут. Вот, если будут вообще вознаграждены. Так что, тут, тут есть определенный такой вот нюанс. Дальше. Дальше. Так. Таких дел накопилось много, почему накопилось и исправить корректно не удавалось, так как программа сырая. Опять же, есть ощущение, что вы не принимаете реальность, вы пытаетесь, вот, в какой-то степени с ней, с реальностью бороться, вот, потому что, ну, сырая программа, сырая программа, ну, значит, на данный момент вы можете делать работу с ответственностью программы, всё. Вот, но вы, вот, что называется, в таком ключе не действует, не действует. Почему? Не можете, там, не получается, там, запрещать себе, там, может быть, ещё какие-то, там, есть, ну, варианты, да, то есть, ну, есть, достаточно оснований, вот, но это нужно выяснить, в первую очередь, вам, как мне кажется. Дальше. Я проверял результаты исправления и говорил ему, что программа логические ошибки – неверный результат. К ошибкам сканирования примечивались ошибки индексирования, нигде нужен операторы, которых я просил заменить. Вот, ну, и не увольнял. Почему? Теперь я исправляю их ошибки. Почему? Понимаете? Вот здесь, в этих местах, вы берёте на себя слишком много. и берёте на себя слишком много, вы, как мне кажется, и от других требуется, ну, многого. вот, и мне думается… думается, что, эмм… люди это чувствуют, что таким образом вы как бы себя возвышаете, то есть как бы, ну, людям это не нравится, соответственно возникает сопротивление. Дальше, он тоже исправляет их ошибки слишком много, если удаляется ошибка в работе программы, я их отслеживаю вообще с разработчиком. Их исправляет, но тоже не успевает, но это дает ощущение, что с этого внимания вы уделяете ошибки. Вот только. К сожалению, это не всегда, во-первых, легко для самого человека, вот, а во-вторых, ну, не всегда это приятно другим. Вот. Дальше. Приходится работать с тем, что есть. Вообще, он не любит, когда я ему рассказываю об ошибках и доработках. Важный контекст. Вы стали у него ассоциироваться с ошибками. Вот. И мне кажется, в первую очередь, в первую очередь, что в этом есть, с этим есть проблема. Вот. Такой момент. То есть, здесь важно зафиксировать, как воспринимается другими людьми ваше поведение, которое вам может казаться, ну, не знаю, вполне адекватным, например, вполне правильным, например, вполне нужным, важным, серьезным и прочим. Вот. Понимаете, да? Что я имею в виду? Вот. Дальше идем. Так. Вообще не любит, но мне приходится ему напоминать. Нет, смотрите. Вот когда вы говорите приходится напоминать, это жертвенность. Я не знаю, дает ли вы себя сейчас ответ, но это жертвенность. И здесь вы берете на себя слишком многое. Ответственности на вас очень-очень много. Больше, ну, условно говоря, больше, чем вы, там, способны, например, справиться. Вот. И, как бы, всё. Поэтому, поэтому. Так, важно. Четко обозначить свои границы. И, что еще важнее, постараться не обрушать их. Понимаете? Да? Что я имею, что я хочу вам сказать. Вот. Раз приходится, ну, приходится, когда вы говорите, что, вот, приходится. Это жертвенность. А жертвенность вызывает сопротивление. Дальше. Не любят общаться со мной, потому что вы называете себя, ребята, себя продолжается. Несмотря на то, что вы стали, там, к нему, там, реже обращаться, равно вы продолжаете себя продавать. Вот. Нарушает, как бы, свои личные границы здесь. Ну, потому что, вначале вы это делали, там, вот, собрали на себя отлично много, а потом вы это делали, потому что передаете то, что вам важно и не можете донести. Для человека это так, вот, как вам это видится. Так? Вот. А вот, ну, вы сами не знаете, как вам это видится. Дальше. Эм, так, причину, эм, так, у Владимира, эм, так, он почему-то обрадовался, что его жидко, это его жидко раздражало. Эм, как вы на это реагируете? Скорее, 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 скорее. Более важна эта. Причина, я понимаю, не важна причина. Она не причина, не важна. Когда я пришел выходил, он тоже был технологом, но ведущим, он, как мне казалось, не совсем меня обвинил, а должен был. Я, конечно, доказал обратное, как часто вы стремитесь что-либо доказывать людям. Но то, что вы являет ошибки сканирования, ему не нравится. А почему? У вас разные задачи. И вам нужно убедиться в том, что ваша задача, ваша, то, что нужно ему. А если наши задачи не то, что нужно ему, то извините, вы, ну, повнимаетесь немножко другим делом. Вы себя обманываете. Дальше. Я не могу их не выявлять, так это отражается на результатах индексирования. А это моя зона ответственности нет. Если от вас, это не зависит. Я бы не сказал, что я бы сказал что у вас гиперстрофированная, гиперболизированная зона ответственности. Это может подавлять. Недавно подошел ко мне и сказал, что я не фиксирую ошибки и не зафиксированных очень много. Ну, понятно. Попытка вас принесит. Замечание мне было сказано в очень жесткой форме, громко. Слышал 10 этаж, 20 человек. На самом деле он не досмотрел мой файл зафиксированным ошибками до конца. Я бы сказал, что здесь опять вот, знаете, как ощущение такой воды. Что вы написали текст, да, в нём вода. То есть в нём нет того, что вам валят на самом деле. Как мне кажется. Мне надоело терпеть. А по какой причине вы терпели и как часто вы терпите по жизни? Я бы дошла к нему и сказал это словно, чего он взялся. Я не зафиксировала. Всё было написано в файле. Я ничем перед ним не провинилась. То есть, первое. Вы взорвались. Зрыв означает, что вы проигнорировали ранее появившиеся ваши чувства, более слабые. Не умеете с ними взаимодействовать. Не умеете их выражать. Возможно, не чувствуете, что может говорить о вашей травмированности в более ранний период жизни. Второе. То, что вы оправдываете. Оправдание означает сомнения в собственных позициях. Он не потерпел, что я не промолчал и уехал куда-то на два часа. А как его поведение свидетельствует о том, что он не потерпел. Ну, ему было неприятно, да, он отрекировал. Но не потерпел, мне кажется, это немножко другое. Все ошибки программы он тоже мне приписывает. Но не потому, что я виноват. Но если хочет показать, что я не привлекаю, я тоже пропускаю ошибки. И это нормально. Обратственным признаетели это вы. По сути, я выполняю все дополнительные функции тестировщика, но я не разработчик, а посредник. И вы берете это на себя, но добровольно. Тем самым, с одной стороны, вы с собой жертвуете. С другой стороны, вы себя возвращаете над другими людьми. С третьей стороны, вы принижаете этих самых других людей. Дальше. Программа очень сырая. И что? Вообще, я опять мне что-то предъявил. Не поделал. Совершенно. Я уже подумал, вы уволите. Ну, как будто видите, подошел ко мне, короче, что все эти обстоятельства с второй программой надоели, что надо увольняться. Кому надо увольняться? Кому надоели обстоятельства с второй программой? Как обстоятельства с программой решат, решить увольнение? Как это связано между собой? Я сейчас говорю про увольнение и недовольство постоянное. И что? Как это на вас влияет? он на каком-то уровне НЛП меня подталкивает к этому решению. А вот здесь мне кажется, вы перекладываете ответственность на человека, потому что решение это ваше. Но напоминает оно скорее бегство, чем решение. Не знаю, как изменить его отношение ко мне. Зачем? Я по-секому пробовал, обстановка уже не настоящая, потому что на кошек не хочет платить или не может в связи с кризисом. Я думаю, что вы достаточно интеллектуальны, чтобы объяснить что угодно. Момент в том, что, ну в том, что мне ваше объяснение, при самом уважении к вам, мне ваше объяснение, ну не так, чтобы интересно. Не потому что то, что вы говорите пустяки, а потому что в объяснениях нет никакой ценности, практической ценности для меня, по крайней мере, как для психолога. Вот. Поэтому это, этот момент очень важный. Я хочу, чтобы вы на него обратили внимание. Пожалуйста. Это правда важно. Что вы можете объяснить, что угодно, но какой этот результат. Дальше. Постоянно находитесь в каком-то морально убитом состоянии. Нужно понять, что именно выступиваю. Не до пенсии один год. Если вылез, такую работу не сразу найду. Более меня оплачиваемо, физически мне тяжело работать. За среднюю работу, начинаю с людьми болеть суставы. Принимаю обезболивающие, чтобы идти на работу. Физически, психическая боль это психосоматика. Нужно поисследовать, что ее вызывает. Я думаю, вызывает внутреннее напряжение. Борьба. Был у меня такой берег жизни, пока не нашла работу. Помочь некому. Сын тоже остался без работы. Сима развалилась, терпеть надоела обшелку. Я думаю, мне будет лучше без денег и без работы. Вопрос в том, готовы ли вы принять реальность, в которой нет денег и нет работы. Мне кажется, с вашей гиперответственностью это сделать будет не совсем просто. И уж точно не безболезненно. Поэтому, поэтому, как бы, помочь вам принять эту реальность, ну, это вполне в силах психолога. Вопрос в том, доверитесь ли вы, захотите ли вы этим заниматься, потому что процесс это не быстрый. Тем более, что мне кажется, что в силу своего интеллекта вы, ну, достаточно сильно будете сопротивляться изменениям. Я не очень так же понял вопрос. То есть, вы хотите, чтобы мы помогли вам в чём? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ позволит вам сформировать обратную связь, которая послужит началом плодотворной работы над собой. Продолжение следует... Продолжение следует...